Итак, здравствуйте, товарищи студенты. Садитесь, пожалуйста. 11 лекция, правильно? Мы с вами сейчас будем разговаривать про создание программ в команде. Смотрите. Один человек может написать, сколько строк кода. Как вам кажется? На самом деле, конечно, один человек за длительное время может создавать очень большие проекты. Нет такого, что один человек может построить дом. Ну, может один человек построить дом. Ну, просто это займет очень много времени. Люди так не работают. Если строятся какие-то большие проекты, как многоэтажный дом, торговый центр, то там, понятное дело, нужно большое количество людей. А раз большое количество людей, то требуется некоторая организация, не только самого процесса. Ну, то есть последовательность действий. Вот один человек, он тоже должен осуществлять некоторую организацию своей деятельности. Последовательность действий. Он должен спланировать, запроектировать, рассчитать математику какой-то там, сопромат. Выдержит, не выдержит. И после этого приступать по порядку. Но когда много людей, то требуется еще и организация межчеловеческая, управленческая. И вот как это ни странно, в программировании довольно много, во-первых, гуманитарщины, гуманитарных вещей. То есть те же, я вам говорил, что выбор идентификаторов должен занимать время не меньше, чем написание тела функции. Программист должен думать о названиях сущности не меньше времени, чем он сам эти сущности создает. Ну, не только имеется в виду название самого класса, например, но и его методов. То есть вот на самом деле вот эти все полочки, по которым мы раскладываем, они должны быть очень хорошо продуманы, если мы собираемся этим разумно пользоваться. И самое главное, чтобы этим потом пользовались другие. Во-первых, много гуманитарщины оказывается в программировании. Знание языка английского, умение правильно сформулировать как-то вот это все. Поэтому люди, не одаренные гуманитарно, они, конечно, могут быть программистами, вполне востребованными. Но я бы сказал, что скорее человек, не знающий русский, а главное английский язык, ему, ну, он занимается техническими, скорее, вопросами. Да, он может разработать крутой алгоритм, да, там он в чем-то еще одарен. Но к нему обязательно нужны будут такие люди, у которых, да, они могут быть технарями, могут быть с фистехом, но чуть-чуть гуманитарной жилки надо. В первую очередь, еще раз, английский, не русский язык, но тем не менее. А второе, на самом деле, просто, в принципе, такая одаренность, выдумать какое-то классное слово, которое пишет эту штуковину, это тоже важно. А второе, менеджерские, оказывается, нужны вещи. Менеджерские познания какие-то минимальные, опять же, не то, что там нужно поступать, там, в школу менеджмента, да, там, MBA получить какой-то, нет. Но банально, да, понимать, как руководить небольшой командой, это важно. И поэтому я сейчас вынужден буду сказать про организационные вещи. Вот, как, в принципе, строится работа, ну, в некой условно обобщенной, в некоторой условно обобщенной фирме по производству ПО, ну, или просто группе, которая начала заниматься. Значит, естественно, что должны быть кто? Их называют девелоперы, ну, программисты, да, но их называют девелоперы. Да, соответственно, девелоперы, да. Есть некоторая команда. Вот, соответственно, эта команда, она должна быть, ну, я ее вот так как множество нарисую, да, в ней условные человечки. Вот, но если их никак не организовать, то получится плохо. А самая простая организация какая? Это наличие какого-то главного среди них девелопера. Он должен быть, ну, по сути, старший программист. Его называют TL, ну, или Team Leader. Team Leader. Я специально TL большим написал, потому что я его так и называю, TL. Вот. Соответственно, есть еще так называемые джуниоры, да, я их маленькими нарисую, вот такие вот, да, джуниоры, которые являются джуниоры, которые являются опекаемыми самостоятельности, никакой у них нет, зону ответственности им серьезную выделять нельзя, потому что они налажают наверняка, но это нормально. Вот, подмастерья такие, которых берут на некоторую, понятно, что они попадают на некоторую зарплату, но их учат, доучивают, вводят, ну, вот как это, цех, да, цеховая работа. На самом деле в команде разработчиков довольно сильны горизонтальные связи. Очень важно практически всегда культура, ну, как вот в студенчестве. То есть вы в этом смысле очень легко должны вырабатываться друг с другом. Раз, сели, о, давайте мы будем что-то разрабатывать. Но если вы думаете, что вот эта вот успешная, как сказать, успешная модель команды разработки, нет, этого недостаточно. Этого недостаточно. В первую очередь необходимо, чтобы был человек, увлеченный проектом, который его ведет, который говорит, ребята, нам надо, а у нас есть такие-то, как сказать, претензии заказчика, или пожелания заказчика, да, а у нас тут, я посоветовался с клиентами, с психологами, эргономистами, они сказали, что лучше кнопочки так разложить, да, или что-то еще сделать, да. То есть человек, который не вовлечен в, собственно, сам процесс. Это важно в мечталоческих отношениях, потому что, ну, как сказать, тим-лидер, хоть он и начальник, но он, тем не менее, часть команды разработки и в социальной игре он начнет в какой-то момент либо хамить кастомером, ну, в смысле, пользователем программы, да, и говорит, да ну нифига, у нас все работает. Все у нас работает, да, это не баг, это фича, известное высказывание, да, это не баг, это не фича. Поэтому на самом деле очень важно, чтобы был некий, я его вот так вот нарисую, да, вот, он вообще может быть не разработчик или бывший разработчик, да, манагер, менеджер. По-русски так их иногда говорят, такой сленг есть прогресский, манагер. Ну, короче, этот манагер, да, он менеджит весь проект, соответственно, он устраивает тим-лидеру нагоняй, да, тим-лидер приходит к нему с запросами, дорогой менеджер, мне вообще-то на одного джуниора, а лучше, это, собственно, нормального девелопера, опытного, с опытом, экспириенс-девелопер. Короче, тот ему на собеседование присылает, то есть он первично там HR, как девочка отсобеседовала, потом вызывает тим-лидера с каким-нибудь там из таких матерых девелоперов, давай-то собеседуешь себе, подходит вообще в команду, не подходит. Понятно, да? Вот, но самая главная фишка, что менеджер на самом деле стоит за пользователей, а не за разработчиков. Вы все помните, что у вас в конце этого семестра, и фактически вот со следующей недели, в этой неделе вы доделываете, доздаете командный этот самый спутник, да, делаемый в команде, моделирование солнечной системы, ну, в принципе, вот это вот, да, разбивка по классам с модулями, вот, и командно. Вот вы учитесь на ней сейчас в командной работе. Так вот, когда вы приходите, ну, не вы там, предыдущие другие студенты, приходите на сдачу вот такого проекта, то очень часто вы выглядите как исключительно команда разработчиков. Среди вас нет никого, кто стоял бы на стороне пользователей. И все в оборону, это не баг, это фича. Вот нет ни одного человека, который бы сказал, да, да, это баг. Понимаете? Ну, так вот, ну, вот, короче говоря, вот наличие человека, который бы менеджер, вообще-то важно. Человек, который будет, и он должен иметь определенную решающую роль, да, он выставляет сроки, требования, какие-то вот взаимодействия, да, он, понятное дело, он советуется, не тиран, но логика в этом есть. Но, как вы видите, место-то пустое есть, да. Чего-то недостает. В организации по разработке программ существенная часть также играют отдел Quality Assurance. То есть, если вот этот отдел человеков назвать, то его надо назвать КОА. А, ну, я напишу полностью Quality Assurance. Когда-то я начинал как свою промышленную, да, у меня недолгая промышленная карьера. Я в одном месте работал, потом в другом, потом долго не работал, потом в одном, потом в другом. И, собственно, я ушел в преподавание полностью, поскольку мне это нравится. Ну, вот я, ой, прошу прощения, Assurance, вот так вот, удостоверение качества, ну, или просто КОА. А по-русски их называют тестировщики или тестеры. Соответственно, ну, не будет шовинизмом, да, но, в принципе, на UML-схемах там вообще только человечки рисуются. Я девочек не видел, хотя стоило бы их рисовать. А может и есть девочки. Ну, я нарисую там девочек. На самом деле, часто там сажают именно девочек, это более женский отдел, хотя на самом деле и нормальные пацаны там есть. Хороший тестировщик, я вам скажу. Да, давайте я скажу, как их называют. Их называют, соответственно, тестерс. Ну, я не буду здесь рисовать джуниоров, да, но понятное дело, что бывают начинающие тестировщики. Слушайте, хороший тестировщик, во-первых, является программистом. Потому что он автоматизирует свою тестирующую деятельность. То есть он не тыкает, не кликает, не, он может и прокликать руками. Посмотреть, как называется, повертеть, повертеть, раз, 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 ой, сломалось. Понимаете, у него действительно он опытный человек, да, в этом смысле. Он понимает вообще, куда смотреть, да, куда нажимать, да, где при открытии, что вообще болтается. Понятно? На что обращать внимание. Второе. Опытный сотрудник, да, инженер, да, quality assurance. Опытный тестировщик пишет скрипты, как для графических, так и для веб-приложений, для любых. Все можно загнать в скрипты, любое тестирование можно автоматизировать. Про автоматизацию тестирования я буду с вами читать отдельную лекцию. Скорее всего, следующий, может через раз. Так, наверное, через раз все-таки. Значит, ну, естественно, там есть какой-то старший тестировщик. Я тоже, опять же, не сочтите за шовинизм, нарисую там. В нашем отделе это был Ваня Лукьянов, давайте все-таки девочку нарисую. Да, соответственно, старший тестировщик, да, сеньор. А, и, кстати, вот этих товарищей, если есть еще обычный девелопер, еще бывают такие сеньор-девелопер. Под тим-лидером, но крутой такой. Ну, не буду уже записывать. Это все мелочи, которые сейчас не касаются сути. И, соответственно, у нее начальник-менеджер, а не тим-лидер-программистов. И, когда менеджеру необходимо понять состояние проекта, он не самостоятельно кликает там, а он, собственно, обращается, говорит к отделку, ой, как там дела-то у нас? Что там, баги фиксятся у нас? Нет. Критические баги есть? Нет. Можно пользователей звать, заказчика звать, показывать ему состояние проекта? Али лучше не стоит. Обождем недельку-другую. Короче, он с ними советуется в этом смысле. Говорит, а вообще, вот с конкурентными, как наши, отстой, не отстой. И, соответственно, он получает достаточно хорошее экспертное мнение. Но в то же время разработчики и Куэй, они должны взаимодействовать. Я так напишу здесь Куэй-лидер, чтобы у меня было наименование. Девочки. Куэй-лидер. Короче, взаимодействие между ними есть и горизонтальное. Оно обязательно необходимо. Потому что не все должно решаться, вообще, большая часть вопросов должна решаться без выхода на вертикаль власти. Так, два хопа, тут один хоп. Раз и все. Пошел и поговорил. Вот. Соответственно, она там говорит ему, слушай, у тебя куча багов. Ты как бы как вообще, да? Мне идти к менеджеру или нет? Вот. И вот эти вот межчеловеческие вещи, они, на самом деле, очень много решают. Потому что они могут, как сказать, помочь своим тестированием, помочь создавать качественное повод. Фишка в том, что они вроде бы, как это называется, волки и зайцы, или не знаю, там эти волки, эти зайцы, да, короче. Вроде бы они друг против друга играют. Но результатом этой социальной игры является повышение качества программы. Если они плохо будут играть в этот футбол, да, когда эти багу, написали багу, да, а те говорят им это самое, а вы нам country produce. Не можем воспроизвести, давайте, вот вам обратно, перевесим вашу багу на вас обратно. Ну, бага, баг, это известное слово, оно означает, собственно, ошибку в разработке. Я сейчас не буду пытаться доставать фотку, если кто захочет, нагуглит, в Википедии валяется, там есть самое, там, first bug, actually, самая, found, приколотое, это самое, в одном компьютере, там, моль залетела, сгорела плата. Вот, ну и, соответственно, на самом деле еще до того использовалось слово баг, но баг это, собственно, программная ошибка. Я ничего не сказал пока про систему отслеживания ошибок, но на самом деле это очень важно. Я уже говорил, и вы все работаете в системе гитхаб, да, это система, ну, гид, да, точнее гид. Гитхаб это репозиторий, да, поставщик репозиториев для нас, а так вообще система управления содержимым, да, система версионирования кода, да, она у нас гид. Но, в принципе, бывают и другие. Вот, соответственно, их общее название, да, то есть есть некоторое ПО, которое необходимо для вот этой команды, для ее собственного взаимодействия с самим собой, да, без программной поддержки неудобно обмениваться кодом. И это, соответственно, называется, прошу прощения, CVS, CVS, коды version system. Но сам CVS вот в чистом виде так называлось, была такая система контроля версий. Ну, давайте я так лучше напишу все-таки система контроля версий. Система контроля версий. Ну, вот, ну и они при помощи этой системы отслеживают состояние. Но, естественно, в эту систему должен иметь доступ и менеджер в том числе. И более того, в этой системе он им ставит разные таргеты. Система. Ну, то есть они вот старт проекта у нас тогда-то случился, вот у нас таргет один. Таргет один, такая, ну, это я тут пишу таргет один, на самом деле они всегда называются как-то там. Может, может, какой-нибудь человек, который ему там советует, там, потому что у него могут быть еще, естественно, архитектор же должен быть ПО. Хотя архитектор может иметь отношение к вот этим товарищам. В принципе, в роли архитектора программа может опытный тем-лидер выступить. Вполне. А может быть, человек на заказе, то есть они заказали архитектуру программы, описав все там необходимое, да, или наняв отдельного человека архитектора. Понятно, да? То есть он еще раз, он может даже не разрабатывать программу. Я вам больше скажу. Архитектор программы может не уметь программировать. Это нормальная ситуация. Я нарисую такого пузатого дяденьку, вот, пузатого дяденьку такого вот, да, архитектор. Вопрос, а что же он, собственно, как он вообще может объясниться с программой, какую пользу он может принести? Он может нарисовать на самом деле диаграммы, не одну диаграмму, да, там есть много разных диаграмм, то есть такие схемы, которые детально описывают, как устроена программа, из каких модулей, из каких классов, какая ответственность у какого класса, какие там будут методы. Он порождает так называемую UML диаграмму. Неважно, в каком ПО он это делает, но смысл в том, что обычно он порождает некоторую там UML диаграмму. Вполне возможно, что кроме него там есть еще там UX дизайнер. То есть user experience, да, user interface дизайнер. То есть человек, который будет, собственно, вот есть люди, как бы, да, там очень компетентные, я вот нарисую UX дизайнером девочку, соответственно, не буду толстую рисовать. Наоборот, надо худенькую очень рисовать, такую фитнес леди. Значит, соответственно, UI дизайнер. Ну, по-моему, почему-то UX называется, я не помню, если честно. Это люди, не работающие в отделе очень часто, это вот могут быть и отдельные личности, но они на самом деле важны. Они оценивают и говорят, вот это надо сделать так глобально, вот вы хотите вот это вот так вот. Ладно, что я хотел сказать. Может, надо было вправо ее отправить. Вправо. Мне не видно ничего. Мне еще показывать кое-что на этой схеме. Так, это у нас будет. Слушайте, я не помню, почему UX. Наверное, пишу UX, UI. Дизайнер. Вот. Значит, ну, естественно, у этих товарищей, вернемся к программному обеспечению, к этим товарищам, я забыл договорить, да. Соответственно, менеджер выставляет им цели и говорит, у вас вот к такой-то дате, там, например, у нас сейчас какой месяц? Конец ноября. Да, двадцать, прошу прощения, какой месяц, восемнадцатое число. Да? И вот он говорит, так, окей, ребята, вот мы сегодня восемнадцатое, что есть, что есть, вот в каком состоянии есть проект, давайте не будем врать себе. Да, но через неделю, там, к следующей, ну, давайте, к пятнице, к пятнице, я ставлю вам срок. Мы должны сделать эту пятницу, с какое число? Так, двадцать, третий, двадцать четвертый. Ну, короче, допустим, двадцать третьего, одиннадцатого, да, мы ставим некую цель. Там, ну, назовем ее альфа. Назовем ее альфа, например. Да, двадцать третье, одиннадцатое, а название этой таргета, да, там, альфа. Вот, очень часто, на самом деле, эти таргеты, есть такое понятие тег. Вот, когда идут версии, ну, естественно, что вот в процессе движения к вот этому таргету, да, к этому таргету, это так, ну, давайте я все-таки хоть где-нибудь-то напишу, что это таргет. Это такой таргет, который я назвал альфа и дал ему дату срок. Вполне может оказаться, что при реальной разработке к этой дате этот таргет не будет достигнуто. Соответственно, в системе контроля версии достижение этого таргета, скорее всего, будет отмечено после того, как менеджер скажет, да, ребята, мы достигли этой цели. Коа скажет, да, ребята, мы достигли этой цели. Все, что называется, слегка празднуют, да, пьют кофеек дружно в общей комнатке. И старший программист в системе контроля версии ставит тег, в котором он пишет номер версии, микроверсии и подверсии. Ну вот, соответственно, он вот по достижении таргета обычно выставляется некий такой вот. Наша версия 0.0.7. Наш следующий таргет, ну и там очень часто таргет, кстати, называется альфа, это очень крутой таргет. Вот очень часто версия ставится там как-то там, условно там, версия 0.08, наша следующая версия, и мы к ней стремимся, когда 23 плюс 7 к 30 ноября. Допустим, неделя, да, то есть там неделя на разработку какого-то таргета, и планируется, естественно, разработка итеративным методом, как я вам рассказывал еще до того, как класс рассказывал, да, когда программа после каждого коммита обязана работать. То есть ты делаешь изменения, каждое изменение состоит из взлета творческого, а потом заставить ее закомпилироваться и заработать. Пусть тебе придется породить часть функций мошенников, мог функции, да, заглушить. Вот тебе классы придется написать, в которых пока ничего не реализовано, да, но тем не менее ты заставляешь это дело работать, да, она, итерация совершена, маленькая, да, в результате вот такими коммитами двигаемся, 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 вот, и стараемся прийти к этому времени, к этой вот цели. На самом деле, да, сейчас дальше скажу. Про тестировщиков. Тестировщики в это время не спят, мафия не спит. Да, не так, что город засыпает, просыпается мафия. Нет. Система контроля версий позволяет программистам развивать программу, в то время как тестировщики тестируют, даже если у них что-то поломалось, а тестировщики себе делают гид-клон какой-то более ранней версии, которая точно должна по идее работать, понимаете, или у какой-то вот последней работающей, программисты могут уходить чуть-чуть вперед, да, туда-сюда, да, вот, а эти ребята говорят, вот на этот момент, вот на этот коммит твой, да, на вот этот ваш коммит, вот эта вот фича не работает. Понятно? Вот. Что они должны сделать, если они обнаружили, что что-то не работает? Ходить и долбить, и дергать, эээ, не работает. Но они сами забудут, в какой-то момент одно не работает, другое не работает, третье что-то обязательно упустят. Поэтому они тоже пользуются программой. Программное обеспечение для вот этих товарищей называется bug tracking system. Я тут тоже давайте все-таки напишу, да, этот самый CVS, да, code version system. Соответственно, а здесь, соответственно, bug tracking system. Bug tracking system. Система отслеживания ошибок. Система отслеживания ошибок. По-разному, опять же, куча разных программ есть, которые вот это дело умеют реализовывать. В которых вот можно заводить так называемый, собственно, вот как бы instance вот этой самой ошибки, да, то есть отслеживающую штуковину. Их очень много публичных этих систем, которые вот, ну, какой-то открытый проект open source. У него обычно открытая такая bug tracking система, в которую любой пользователь может зайти, зарегистрироваться и надолбить туда багу. Вот для большинства линуксовых программ, для... Вот кто пользуется LibreOffice? Поднимите руку. LibreOffice. Вы что, не пользуетесь LibreOffice? Ну, Маздай. Не, ну, ребят, вы что, ну, хотя бы LibreOffice-то надо без свободных программ. Гимпом никто не пользуется. Гимпом кто пользуется? Inkscape. OBS. OBS кто пользуется? VLC хотя бы кто-нибудь пользуется? Видео Лайн, Лан, этот самый. О, ну, ё-моё, ну, кто-то пользуется хотя бы видеопроигрывателем нормальным. Ребят, ну, вы все сидите под Маздаем. Вы все пользуетесь несвободными программами, скорее всего. Может, вы пользуетесь какими-то альтернативными свободными, я не знаю. Но вообще вот мой просто жизненный опыт показывал мне... Я же ведь не был фанатом Linux с самого начала. Я не сразу стал членом фонда свободного программного обеспечения. Сейчас я это самое... Я не очень часто уделяю этому время, чтобы ходить и рассказывать. Ребята, пользуйтесь свободными программами. Это дает вам свободу... Ну, много разных вещей. Сейчас не буду расширять по этому поводу тему. Вообще свои проекты делайте под свободными лицензиями. Не закрепощайте пользователей. Не надо строить высокие заборы. Надо, знаете, как это... В Европу приезжаешь, там все заборы низенькие. То есть люди могут общаться. А у нас заборов понастроили таких вот. Ну, если бы вы видели в сельской местности странная такая психология. Я бы сказал, чуть ли не мусульманская. Там тоже такие стены такие... У каждого за своей стеной что-то. Пользуйтесь свободными программами. Так вот, у свободных проектов, у LibreOffice... Я это самое... LibreOffice-то напишу хотя бы. Ну, поставьте себе. Бросайте этот Microsoft Word. Попробуйте когда-нибудь GIMP. Это потрясающий этот самый графический редактор типа фотошопа. Только он развивается совершенно независимо. Он очень давно развивается. Вот. Этот самый Inkscape. Классная штука. Inkscape. Это все... Это официальные сайты, где можно просто тупо скачать себе, установить. Они кроссплатформенные под любой... Под виндой, пожалуйста, под виндой установите, попользуйтесь. Inkscape. Вот это то, чем я регулярно тоже... Если что-то мне надо нарисовать в векторе, векторную картинку сделать, пожалуйста, верстайте проспект ФАПФА. Ну, вообще, книжицу какую-нибудь. Или тупо, как сказать, стинг-газету, в которой Word, ну, или Writer из LibreOffice не справляется с количеством колонок этих самых... Ну, есть там, не знаю, Скрибус, например. Я уж не помню его сайт на память. Скрибус есть. Что вам еще надо? Ну, давайте я в VLC уж еще напишу хотя бы. В VLC он под мобилкой работает. Что еще надо? Total Commander кто-нибудь пользуется? Double Commander есть. Свободный. Ну, Total Commander, он типа свободный. А этот с открытыми исходниками. Этот самый, ну, OBS для трансляций. Это самое, записывать видео, там, игровое, неигровое. Видео-уроки. Короче, народ, мир свободных программ огромен. Я сейчас сверну этот разговор идеологический. Но я к чему? У огромного количества свободных... Ну, друзья. Просто, тупо. Операционная система GNU. Вот то, что вы называете Linux, да? GNU slash Linux. На самом деле существует не только GNU slash Linux, есть и GNU slash hard. Ну, соответственно, что я хотел сказать. У этих проектов открытая система, она не такая, что мы не показываем никому свои баги. Мы стыдимся своих ошибок и никому не расскажем, что у нас происходит. Ну, как Microsoft, Apple поступают. У них закрытая баг-трекинг-система. Хотите описать им проблему? Ну, пошлите письмо в службу поддержки. Они сами заведут информацию в баг-трекинг-систему, но вы никогда не узнаете, что напишут в ответ тестировщикам, программисты. Ваша бага как? Она имеет какой-то вообще там таргет? Она к чему-то привязана или нет? Я уже произнес одну вещь, да? Что вот в этой системе отслеживания ошибок вот эти самые таргеты, они тоже имеют свое существование. То есть эти баги, да, которые там создаются, они, во-первых, имеют приоритет, да, ну, понятно, что у бага есть что? Description, да, ну, давайте я по-русски все-таки напишу. Описание. Описание. Некий базовый заголовок, описание его, да, что еще? Ну, дата его нахождения автоматически, то есть когда его вбили в систему, вот тебе и дата нахождения. Есть так называемые шаги to reproduce, я все-таки не вынужден написать, да, steps to reproduce, потому что именно так, опять же, это, разговаривают. Что нужно сделать, чтобы его воспроизвести? В это дело, в частности, а, да, прошу прощения, еще, кроме описания, steps to reproduce, версия, конкретная версия, вплоть до микроверсии, вплоть до коммита. Да, вот конкретно, вот хэштег вот этого вот коммита, хэш сумма, прошу прощения, да, вот этого коммита, да, вот этот A, B, так далее. Вот прямо из репозитория на чем, да, то есть версия ПО, в которой это найдено. Вот. И еще этот таргет, очень желательно, чтобы выставлен был таргет, да. Что это значит? Бага, у которой не поставили таргет, это бага, которая может быть не пофикшена никогда. Ну, то есть, менеджер будет смотреть, залезать в бэктрекинг-систему, там, есть, кстати, вот опять же, среди свободного ПО, багзилла. Вот вы захотите сделать какой-то там, собственно, проект и бэктрекинг-систему использовать, и вам скажут, о, пожалуйста, есть джира, ну, крутая штука джира, она много чего там в себя классного вмещает, но она денег стоит. Вот. Ну, а что взять? Ну, кроме багзилла полно еще, я не буду даже их бэктрак там и так далее. Короче, менеджер будет смотреть по таргету, а что за баги там есть, да, какие к этому таргету, все, то есть, он будет смотреть на этот таргет и отслеживать именно по этому таргету, не абстрактные ошибки, которые понаходили тестировщики или пользователи понаприслали, а вот только те, которые либо тестировщики, либо девелоперы, либо он просматривает ошибки, говорит, нет, это вот этому таргету надо 100% сделать. И отвечает, вот таргет такой-то, мы это делаем к альфа-версии, да, а это мы сделаем к бета-версии, да, и он вот распределяет их по приоритетам, потому что все фиксить сразу абсолютно невозможно. Вот. А еще есть такая штука, как приоритет непосредственно, то есть в рамках одной и той же цели, да, есть приорити. Приоритет. Приоритет. И этот приоритет, он имеет разную степень. Я так типичные приоритеты напишу. Баг, который надо просто бросать, все, вот пришел программист с утра и открыл свои широко глаза и немедленно фиксить этот баг. Называется critical. Давайте я другим цветом. Вер, эти самые. Приоритеты. Самый жесткий приоритет помечается как critical. Если этот баг не критичен, то есть, что называется, пришли, и кто-то закоммитил и сломал репозиторий. Ну, ты реально, или там все, просто нажимаешь на кнопочку, и вся программа рушится, просто падает. Ну, это критический баг. Да, то есть его не починишь, невозможно тестировать. Тестировщики часто выставляют этот баг, именно когда просто тестирование из-за этой баги невозможно. Вот. Есть следующая степень, когда программа запускается, но какая-то существенная функциональность не работает. Major. Соответственно, баг, когда запускается, работает в целом, но что-то, то есть условно, представьте себе, вы открываете программу, окошко открывается, но нет главного меню. А предполагается. Ну, или, допустим, меню есть, программа не крэшится, меню вроде бы есть, да, но из него ничего не выпадает, в нем пунктов нету, все пункты пропали. Но это мажорная бага, да, вы не можете как нормально, целый кусок функциональности отвалился. Вот, ноги нету, да. Минорная бага, условно, пальца нету. То есть у вас в этом менюшке какой-то пункт не работает. Ну, плохо, без этого, с этим минорным багом, тем не менее, нельзя нормально пользоваться программой, ну, не в целом можно, но что-то нельзя. Вот. Ну, и есть более нижний уровень, который обычно называется, ну, я не помню, там что-то, может быть, есть меньше минорного, но вот тот, который совсем такой легкий, называется enhancement. Ой, а как он пишется? Мне почему-то кажется, что через ch. Enhancement. Соответственно, этот enhancement, это то, на что программист забьем. То есть если программист, которому лень чинить багу, и он хочет сказать, что это не бага, это фича, то он за что бьется? Ленивый программист. За то, чтобы снять с бага таргет. Это в идеале. Говорит, а мы это сделаем в следующей версии. Все. Вот. Ну, естественно, что кто? Коа скажет, ё-моё! Пойдет к своему Коа-лидеру, тот пойдет к чему-лидеру и скажет, ну, ты что вообще? Это обязательно, да? Пойдет еще к менеджеру и скажет. Ну, то есть, короче, механизмы есть социальные. Значит, дальше, да? А что делает программист, если ему не удается, ленивый программист, если ему не удается таргет перебросить на какой-нибудь следующий? Он пытается снизить приоритет этого бага. Он говорит, да, это не критикал вообще. Не, ну, критически обычно сложно отрицать. Когда пациент умер, отрицать сложно. Вот. Но он говорит, ну, это не мажорный, это минорный. Там меню нету, но ход-кей работает нормально. Нормально. По горячим клавишам все сделает. Вот. Это не минорный, это enhancement вообще. Это вообще там какое-то улучшение требовать. Оно работает нормально? Че вы? А вы хотите что-то какое-то? Не, не, не. Enhancement и вообще. Дело в том, что когда менеджеру нужно будет заканчивать таргет, а это по срокам. Менеджер это единственный человек здесь, который реально жестко завязан на сроке. И он реально играет вот здесь вот. Он говорит, ребята, пользователь ждет. Вот. Короче, что я хотел сказать, что как действуют ленивые программисты, как действуют в этом случае тестировщики. Значит, есть еще один отдел, который нам нужен. На самом деле два. Значит, давайте начнем с процесса еще создания ПО. Допустим, программа создается, но еще не создана, не выпущена на рынок. Еще нет пользователей, которые бы иначе ей пользоваться. В этом случае нам не надо заниматься саппортом программного кода. Саппортом, да? В ваших учебных семестровых проектах вряд ли возникнет такая ситуация, как саппорт. Вряд ли вашей программой кто-то будет реально пользоваться, и потом будет дергать вас одолбить ей, дядя, дядя, а у тебя там кнопочка не работает. Вот Алексей Сергеевич Чермаков написал робота для кафедры, для нужд кафедры, для наших студентов. Вот написал робота на питоне, которым вы пользователи, задачки решали. Я этот курс снимаю, выкладываю в открытый доступ. Туча народу смотрит этот курс, находит ошибку в этом роботе. По гитхабу находит, кто его, собственно, написал. Начинает дергать Алексей Сергеевич, а тут кнопка не работает. Ёлки-палки, вы кто такие? Я вас не звал. Вот, но, как сказать, саппорт есть саппорт. Человек написал программу, которой пользуется, да? Она в открытом доступе, его можно найти, он сам за себя отвечает. Ну и он пишет какой-то там багфикс к этой ошибке. Вот, ну просто вы зайдите в пайробу, в репозитории робота. Я эту историю видел буквально недавно, как это, достали человека. Он написал его уже несколько лет назад, как этого робота забыл. Короче, есть такая вещь, как саппорт. И насчет саппорта я хотел сказать, поскольку про него сейчас речь уже, это самое, наверное, сильно не будет, да? Значит, там тоже есть некие чувачки. Они, собственно, являются полупрограммистами, полутестировщиками, полусисадминами. То есть, когда у пользователей, вот у армии пользователей, которые начинают пользоваться эти программы, возникают вопросы какие-то, то эти товарищи, они обороняют всех девелоперов. Они сидят на телефоне, да, они отвечают на почту, они отвечают там на сайте. В общем, они в обороне работают, но делают так, чтобы пользователю сделать приятно, чтобы пользователь не чувствовал себя оставленным, брошенным, покинутым, да? Соответственно, саппорт, он дает по дальней, он тоже, в принципе, с менеджером взаимодействует, естественно, да? Но его взаимодействие с менеджером, то есть менеджер от них вряд ли что-то сильно хочет, да? Тут скорее связь обратная даже. Они говорят, ребята, товарищи, у вас в предыдущем релизе, а релиз это то, что уже выдали пользователям, такая фигня творится. Мы задолбались это, ходите и помогайте им, каждый сервер приходится приходить, подкручивать, и там подкрути, и там подкрути. Ребята, ну, это самое, нам за саппорт деньги платят, очень часто, кстати, пользователи, они платят деньги именно за саппорт. Как выживают свободные проекты? Как они живут? Им же деньги нужны. Ну, донаты есть, конечно, да, есть такая вещь, как donations, да, добровольные пожертвования в нормальном обществе это развито. В российском пока не очень, но уже и нас люди начинают как-то соображать, что хочешь, чтобы проект жил? Ну, ты такой добровольный налог оплати, дай, покорми девелопера, покорми рыбок, они будут красоту тебе делать, да? Покорми, вот хочешь, чтобы жил какой-нибудь там, гимп, например, ну, вот задонать туда чуть-чуть ежемесячно там, ну, кинь полдоллара. Пусть будет у них полдоллара капать, но они будут их видеть, они будут видеть, вау, у нас прибавилось регулярных пожертвований, пожалуй, у нас накопилось там лишних 100 долларов в сумме со всех пользователей, мы можем нанять какого-нибудь там парт-тайм джуниора, он поможет нам фиксить что-то, понимаете? Вы улучшите развитие проекта глобально. Так оно организовано. Но второй способ получения денег, это вот эти пользователи бывают привилегированными, то есть там бывает же целая компания пользователей, фотомагазин или какая-то еще там штука, или какой-нибудь там, не знаю, там ОБС условно, пользуется какая-нибудь онлайн-школа или университет, пользуются видеотрансляциями, им бывают какие-то проблемы, они хотят, чтобы их проблемы решались в приоритете, чтобы девелоперы фиксили те баги, которые возникнут в их реальном использовании, и они готовы платить деньги за саппорт, да, за поддержку. Вот та же там компания Red Hat, например, да, которая делает… Сантосик, который сейчас с компьютером у меня, не мой. Спасибо, Трита, за хотя бы этот компьютер сегодня. Даже свой забыл. Короче, да, может, до него и не дойдет. Смысл следующий, что есть пути финансирования для свободных проектов в том числе. Вот, саппорт, обороняя от пользователей, с одной стороны, с другой стороны, их утешая и помогая им, да, он заходит… То есть что значит платный саппорт? Это значит, что на ваш сервер зайдут удаленно и прямо у вас это ремонтируют и заставят это работать. Понимаете? Ваш сисадмин, вы работаете в какой-то там компании, может, небольшой. Ваш сисадмин не справился с настройкой нужной вам программы. Вы позвонили там в эту фирму и говорите, ребят, вы можете удаленно зайти? Они говорят, ну, можем, конечно, только денежку нам заплатите небольшую, да, ну, или большую. Понятно? Вот, и, пожалуйста, а так система свободная, код свободный, протоколы все открытые, исходные, свободные. Пожалуйста, своего сисадмин нанимайте, пусть он вам настроит. Совершенно честно, открыто и прозрачно. Вот, поэтому это деньги, они за дело платятся, а не как некая регулярная дань, тупо за лицензию отстегиваешь. За что? Вообще непонятно. Все от тебя скрыто. Я оставил место под что? То есть эти товарищи, они из процесса разработки слегка исключены. Они присылают какие-то такие вот мажорные, я бы сказал, баги или критические баги, мажорные или критические баги на предыдущий релиз, который состоялся энтое время назад. Девелоперам приходится по системе контроля версии откатываться довольно далеко, смотреть, что надо сделать. Они делают ветку разработки, делают так называемый hotfix, заплатку, патч еще называется, пэтч. Этот пэтч они засылают, подготавливают какой-нибудь там сеньор, делает этот пэтч в итоге, да, и засылают его на какие-то там несколько компьютеров проверить. Когда патч проверен, по-русски патч, по-английски патч, да, проверен, то его официально рассылают, соответственно, и саппорт, там всем это самое, update your program, many bug fixes, да, что там enhanced security и так далее. Вот. На самом деле довольно сложно, поэтому очень часто сейчас современные проекты, они находятся в таком почти непрерывном обновлении версий, потому что саппортить версию, которая была когда-то давно, очень тяжело. Программисты уже все переделали нафиг, у них все это, как это называется, works for me. Программисты, кстати, да, они и тестировщикам это могут написать, да, а вот саппорты уже вряд ли. Они говорят, works for me, для меня работает. Я не знаю, как, а для меня работает. Сам разбирайся, давай, steps to reproduce, пожалуйста. Короче, ничего я хотел сказать, что нужен еще сейчас один отдел нам именно в процессе разработки. Кто? Дело в том, что вот эти товарищи, они должны иметь некую общую почву для разговора. Когда эти будут говорить, это бага, а разрабы будут говорить, это не бага, эти говорят, нет, это бага, а эти говорят, это не бага, должно быть что-то, на что они все обопрутся. Понимаете? Что-то, на что тыкнут вот эти товарищи, как на закон, на кодекс какой-то, скажут, вот смотри сюда, это бага. Что должно между ними быть? Техническая документация. Техническая документация, это очень важная вещь. И вот эту техническую документацию необходимо, она, кстати, тоже очень часто, сама техническая документация тоже погружена под систему контроля версий. Поэтому ее сложно писать как ПО отдельное, да, поэтому я не буду писать слово ПО, но я напишу так, что, собственно, техническая документация, да, техническая документация является тем, что они порождают. То есть, если эти товарищи пользуются баг-трекинг-системой, эти с ЭВСом, да, вот, и еще раз, они все пользуются системами друг друга. То есть, девелоперы и тестировщики вместе ходят и смотрят в техническую документацию. Эти товарищи смотрят туда, чтобы понять, а что они должны запрограммировать, да, а эти товарищи смотрят, а как оно должно работать. То есть, они должны, они же не собственные личные представления программе считают, что это баг или не баг, они должны посмотреть на заявленное ТЗ, техническое задание. А техническое задание описывается в технической документации. Надо сказать, что кроме технической документации существует, я отдел не назвал сейчас, но я произнесу фразу до конца, кроме технической документации, я в прямоугольничек обведу, эти тоже в прямоугольничек обведу, товарищи, да, систему контроля версий, да, и этот вот. Соответственно, кроме технической документации существует еще и пользовательская документация. Пользовательская документация. Вот. Это то, что выдается пользователям. Понятно? И саппорт интересуется пользовательской документацией крайне активно. То есть если нашелся какой-то workaround, или лучше обучить пользователей это делать по-другому, чтобы какая-то там это самое то, они говорят, ребят, ну вы там, вы, товарищи, опишите это дело получше, а то пользователи что-то не понимают, как этим пользоваться. Понятно? Как называется этот отдел? Это называется отдел технических писателей. Tech Writers. То есть это вообще, по идее, гуманитарии. Writers. Техврайтеры. Мне, значит, соответственно, естественно, что они нужны. И эти товарищи, я их как гуманитариев в очках нарисую. На самом деле совершенно не обязательно, зависит все от размера проекта, сколько их надо. Но явно наверняка не столько, как разрабов, да, их надо, наверное, поменьше. Вот. А они могут быть, естественно, что и мальчиками, и девочками. Там всякие попадаются. Но совершенно не обязательно. Не обязательно филологи или какие-то еще гуманитарии. Там очень часто люди с техническим образованием сидят вполне. И более того, очень интересно, я не произнес до конца несколько фраз еще, которые я заготовил. Вопрос. А кто тут больше всех получает денег? Ну, я понимаю, вообще-то мы не про это разговариваем. Вы фапфы, вам надо наукой заниматься. Я надеюсь, что вы все пойдете в какие-то научные проекты. Ну, все спрашиваете, а кто же тут больше денег-то получает? Ну, я вам скажу. На самом деле тот, кто больше тратит нервов, тот больше и получает денег. На самом деле роль менеджера, если он нормальный менеджер, если не человек, который надо уволить нафиг, он несет всю ответственность за проект. И те, кто проект финансирует, продюсер, какой-то спонсор, какой-то хозяин этого дела, он будет с менеджера спрашивать. С программиста, с девелопера, с сеньор-девелопера, там еще что-то там, с тестировщика. Если он честно делал свою работу, если он не ленивый был, то с него спрос маленький. То, что проект завалился, ничего не получилось, пользователей программа так и не собралась, багов была куча, в результате все рухнуло. Спрос будет, конечно, с него. В первую очередь. Почему я как-то зашел до жизни такой? Значит, что я хотел сказать? А вот если после него, кто из этих товарищей? Так вот, хороший, вот многие говорят, ну, конечно, тем-лидер, ну, конечно, девелоперы, да, там, сеньор-девелопер зарабатывает кучу денег. Да, но я не буду произносить, устареет через пару лет эта сумма, да, и в разных странах по-разному, ну, много, да. Но на самом деле в рамках одного отдела могут быть люди, получающие радикально разные зарплаты. И причем отношения между ними могут быть очень даже горизонтальными. Просто в этом мире, да, в мире разработки, примерно как и в мире физики, ты либо шаришь, либо не шаришь. И ты как бы, в принципе, ты участвуешь, но статей мало, твоя установка, то есть ты не можешь сразу несколько установок делать, да, ты не можешь участвовать и в этом проекте, и в этом проекте. Одновременно, реально, и впахиваться, чтобы были статьи, был научный результат, было внедрение твоего проекта. Если можешь, ты будешь, соответственно, зарабатывать, хотя вроде ты там общаешься с Вася и Петей, да, и Петя с Вася общается на «ты», жмут друг другу руки, нет никакого там вот что, этот командует, этот там ничего. Ну, они вот, как сказать, по-разному работают, и начальник, естественно, понимает, да, и Вася тоже понимает, ну, что, ну, он тупит, соответственно. А чтобы не тупить, что надо делать? Математику ботать, математику ботать, программирование тоже, но математика, она в каком-то смысле может быть даже критичней. Вот сейчас у вас еще молодые мозги, математику, ну, и физику тоже общую, обязательно надо ботать, и не это, не бояться организовываться в ботанские группы, но никогда не списывать в тупую, в чистую, это просто, это гниль, которую вы в себя пустите, вот пустите в себя, дайте себе возможность тупо списывать. Все, совместное решение задач, слушайте, ну, я это приветствую, на вот, на информатике я это чуть ли не внедряю, но только не на контрольных. А так думайте, помогайте друг другу думать, что они тоже на конференции собираются, программисты в группы сбиваются и тоже вместе там сообща как-то решают. Есть даже такая методика парное программирование, два человека сидят, один прогой, другой смотрит, советует. Ладно, что я хотел сказать, что на самом деле QA, хороший тестировщик, стоит больших денег, их мало. То есть в основном такой есть отток, что, ну, меня не взяли программистом, ну, пойду в тестировщики, просто потому, что их еще меньше, чем девелоперов. Поэтому на самом деле я начинал свою, вот, про мой продакшн карьеру именно как тестировщик. Меня взяли туда, в одну команду, в автоматизированное тестирование, на плюсах, мы там писали под ВЗ-агент тестов, в этом, виртуоза. Короче, что я хотел сказать, он тогда и с его софтом фотоэбл. Значит, идет взаимодействие вот этих товарищей с вот этим, да, более того, кстати, QA может надолбить багу даже на тех врайтеров. Но если что-то не соответствует документации. Эти написали программу, в документации написано так, тестировщик смотрит, говорит, ну, вообще-то вот так, идет к старшему, да, ну, условно, девочка, да, подходит к старшей и говорит, слушай, что-то, вот, ну, ребята, нормально написали, а тут у них какая-то фигня. В чем проблема? Это очевидно, дебилизм, опечатка, ты надолби на них багу. Ну, сама-то ты не полезешь в техническую документацию? Ну, пусть они и фиксят. Поэтому на самом деле иногда бывает, что девелоперы говорят, это не бага, это тех врайтерам, да, это они там написали неправильно, и это дело возвращается туда. Если что, всегда менеджер это дело отуправляет и скажет, кто должен в итоге это дело чинить. Но в итоге, да, оно должно быть согласовано. Вот, а теперь, как сказать, к нашим реалиям. Вот я рассказал, как это дело выглядит в фирмах. Вопрос. А мы как? Так, вас сколько человек будет в группе? Ну, явно не, а тут сколько человек по-нарисовывал. Даже если я посажу одного девелопера, одного тестировщика, одного технического писателя, саппорт нам не нужен, потому что у нас еще нет ни одного релиза, нет пользователей, которые бы пользовались, и одного менеджера. Что, уже 4 человека вам надо? А вам сколько человек дается на проект? 3. 3 человека. И на самом деле этого более чем, можно и вдвоем делать. Даже больше, я вам скажу. Организовать четверых, пятерых сложнее, чем двух, трех. Легче собраться и согласовать свои точки зрения за столом, с бумажечкой или за компьютером. Но, короче, проще организовываться. Что делать? То есть у нас есть базовые роли, да, давайте, значит, кто? Девелопер, да, ну, давайте я вам напишу программер, да. Ну, нет, я не буду унижать, да, не унижать на самом деле. Но почему-то, когда говорят кодер, это так слегка унижает программер. Чего кодер? Я разработчик, я разрабатываю, я не только кодить могу, в смысле, там, записывать, что написано. Я могу и немножко архитектуру продумывать. И вообще архитектор нам не нужен. Вот, ну, на самом деле, в смысле, да, архитектор по-хорошему нужен. Короче, девелопер, выполняющий роль архитектора, да, девелопер. Кто еще есть у нас? Тестировщик, да. Кто еще? Техврайтер, да. Техврайтер. Ну и менеджер. Вот вопрос, какие роли могут быть, давайте я просто в райтер напишу, уж простите, да, в райтер. Соответственно, вопрос, менеджер кто должен быть? Ну, то есть, ну, это по-любому надо делать, да. Менеджер кто? Кто имеет в райтер? На самом деле совместимо. Может быть. В райтер может быть, даже может быть имеет смысл, знаете, как сделать? Вот так вот. Девелопер, менеджер, да, давайте в райтер, техврайтер. Я напишу все-таки техврайтер. Менеджер и тестер. Но какие роли совместимы? Давайте граф нарисуем. Менеджер может быть техврайтером? Может быть. Менеджер может быть тестировщиком? Тестировщик может быть менеджером? На самом деле роли совместимы. Они могут быть, да. То есть он, что называется, сам тестит, да, и он сам согласует с техврайтером документацию на него, да, он сам с девелопером. Так, техврайтер и девелопер. Может ли девелопер сам писать? А, да, может ли девелопер сам быть менеджером? А? Это часто плохо заканчивается, скажу так. То есть вот это вот, это очень плохая ситуация, потому что девелопер, над которым нет никакого внешнего контроля, он очень часто уходит в свои дебри, он начинает заниматься тем, что ему интересно, а пользователям нафиг не надо. Это как муж, который не слушает свою жену совсем. Ему наплевать, что окно дует, что кровать сломана, что там, не знаю, дети не одеты, и зарплаты не хватает. Он, надо новую удочку купить. Я поехал с друзьями. Вот ему что-то взбриндило, и он начинает прикручивать какую-нибудь там библиотеку, заниматься рефакторингом вечно. Это ж можно бесконечно солить принцип. Он говорит, у нас плохой код, он нечитаемый, давайте мы будем его улучшать. Ну, должен быть какой-то здравый человек, который скажет, дорогой, послушай, у нас таргеты есть? Обычно это жена в семье. Он говорит, послушай, у нас есть некоторые цели, нам надо как-то сроки укладывать, да? Ну, он говорит, ну, да, ну, давай что-нибудь по приоритетам расставим, что критично, что не критично, что мейджор, что там, enhancement. Ну, ладно, рыбалку нафиг там. Действительно, кроватку надо починить. Понятно? Вот менеджер в этом смысле, это даже более женская роль, хотя чаще всего все-таки менеджеры мужики, но я видел очень даже хороших женщин, менеджеров в программистских группах. Совершенно не обязательно железная леди, это может быть очень невинная, наивная девочка, которая говорит, подожди, ну, у нас же вот, как сказать, ну, сроки, ну, мы вас, к сожалению, вынуждены уволить. Ну, смысл в том, что главный человек должен нести ответственность, да, и громкость его голоса, она не имеет никакого, он должен, собственно, соблюдать сроки, быть пунктуальным, это очень часто, на самом деле, женщины. Но и хорошие мужчины, они умеют это делать. Вот. Короче, плохо быть разрабом, менеджером одновременно. Проект заваливается. Может ли девелопер заниматься техническим писательством? Да, действительно, может. Может. Сам написал, сам описываешь свой программный код. В agile разработках, agile это методики гибкой разработки. Вообще agile не означает какой-то конкретной методики разработки. Это, в принципе, такое общее название разных методик разработки. И сами эти методики быстрой разработки, малыми командами очень часто, они совместимы друг с другом. Мы про них еще поговорим тоже в какой-то момент. Но это совместимые роли. Может ли технический писатель быть тестировщиком? Тестировщиком. Технический писатель. Да, может. Почему нет? Может, тестировщик, собственно, в каком-то смысле выступая как пользователь, первый пользователь, он, собственно, может вполне проектировать, передумать, смотреть эргономику программы. Он говорит, я хочу, чтобы эта кнопка реагировала вот так. Но, с другой стороны, та часть технического писательства, которая по-любому должна возникнуть, она, ну вот, короче, что я хочу сказать. Значит, кроме того, в малых проектах, вот если вот говорить про количество человек, да, вот сколько человек надо, чтобы сделать проект? А у вас трое. Вот я вам не советую делать группу двое. Можете попробовать, но лучше именно ровно три человека брать для семестрового проекта. Какую раскладку я... А, да может ли девелопер быть тестировщиком? Вот это никогда. Вот прям вот перечеркнуто. Девелопер не должен быть тестировщиком. Я знаю одну единственную ситуацию, про которую я вам расскажу через некоторое время. Одна единственная методика разработки, которая позволяет программисту быть самому себе тестировщиком, самому себе, по сути, как бы техническим писателем, самому себе менеджером. Есть такая методика, она называется ТДД. Но мы про это дело поговорим потом. Но нет, вообще ненормально, никогда крайне не желательно. Это не agile. То, что я написал, чтобы вы не понимали. Agile просто слово написал, чтобы вы знали, как оно пишется. Вот это, в принципе, расклад королей. Кто с кем совместим. Теперь, что я вам предлагаю? Да. Это бага. Нет, это не бага. Нет, это бага. А теперь ты сам. А теперь ты сам. Бага это или не бага? Ну, мне лень. Не бага. Там ТДД же нет. Есть такой, спасибо за то, что заострили вопрос. ТДД не спасает. Разработчик заранее знает, где разложены грабли. Это потрясающая правда жизни. Программист, который написал программу, не видит в ней ошибок. Понимаете? Он просто не понимает. А в чем проблема-то? Все работает у меня. Понимаете? Вот это типичная отмазка программиста. Он говорит, works for me. Он говорит. Works for me, пишет он в баге и говорит, до свидания, фиксить не буду. Ему присылают тоже такая типичная фразочка. Ему менеджер говорит, фикс, пожалуйста. Фикс. Это дело. Азап. As soon as possible. Азап. As soon as possible. Да? Он это делал. Ah, works for me. Говорит. А еще есть такая штука, знаете, такая. Когда программист, ну не то, чтобы прям нахамить, но по сути это такое хамство. Я не тот цвет взял. Ну по сути это получается как некоторое хамство. Поэтому красным цветом напишу. Называется one fix. Я не буду это фиксить. Вот такой возьмет, напишет в баге. А я не буду это фиксить. One fix вообще. Понятно? И закрывает. То есть вот эти вот открытые баги, они как тикеты, как такие билетики на билборде. Вот представьте себе, что висит такая реально доска. На самом деле это электронная система. Потому что висит такая доска, к ней стикеры такие приклеиваются. И вот этот стикер, что я написал на него, one fix и скинул его в урну. Ну они на самом деле все в архиве в электронном хранятся. То есть на самом деле все это в электронном. Ну а на этом, что называется, он и закрыл. В гитхабе на самом деле вам не понадобится никакая отдельная баг-трекинг-система. Вы заходите, вы создадите репозиторий, раздадите себе права доступа. После чего вы возьмете, зайдете в настройки settings данного репозитория и отметите там issues. GitHub имеет встроенную систему отслеживания ошибок. Она правда не только для отслеживания ошибок, она для любых вещей. Туда и какие-то новые фичи тоже пишут. Собственно поэтому она называется не баги, а issue. Но в принципе оно может быть и должно быть использовано и для багов тоже. То есть на самом деле для вас это просто вот система связанная с issues. Более того, в гитхабе есть связи issues и коммитов. Но поскольку это все лежит в одном гитхабе, то вы можете зайти в issue. И если кто-то в комментарии к этой issue написал, например, что это дело закрыто в таком-то коммите и прислал туда хэш вашего, который гит выдает, гит коммит выдает вам хэш. Гит лог показывает вам кусочек хэша, ну весь хэш, да. Берете даже кусочек этого хэша, там несколько первых, шесть, восемь первых символов взяли и запостили. Я пофиксил это в таком-то коммите. И нажав на соответствующее, вот вы зашли на страничку этой issue, вы видите этот вот кусочек этого вот хэша коммита. Нажимаете на него и гитхаб автоматом открывает именно тот коммит, ту самую версию и показывает вам дифференс. Кто это сделал, когда это сделал, что там вообще, можете выгрузить потом. Понятно? Ясно, да? И в обратную сторону, на самом деле, когда вы делаете коммит, когда вы делаете коммит, пишите коммит месседж. Гит коммит минус м, ну или там в текстном редакторе пишите коммит месседж. Меня все понимают сейчас, скажите. Спасибо вашим преподавателям, что меня все понимают. Короче, вы пишете коммит месседж, и в этом коммит месседже вы можете взять и написать, прямо в коммит месседже, вот туда отправляете месседж, да, и вы в этом месседже пишете решетка 30. Вот так просто, решетка 30. Что это значит? Что вы, ну и пишите там, я фиксит, решетка 30. Это ссылка на номер, соответствующий issue из бактрекинг системы, ну в смысле, issue из китхаба. И когда вы будете смотреть на коммит, на коммит месседж, да, то там будет возможность, собственно, вот прям нажать на вот эту штуковину, и оно у вас сразу откроет, собственно, эту issue. То есть таким образом, собственно, issue, лежащее в репозитории на гитхабе, и коммит месседж, да, они друг с другом завязаны. И вы можете прыгать вот таким удобным, да, или когда вы закрываете одну issue, и хотите сказать, эти два бага являются одним багом. Ну просто один тестировщик нашел, другой нашел, а это дело одной и тот же баг, да, дубликат, да. Ну, соответственно, вы можете в одном issue написать ссылку на другой, да, и сказать там closed due to duplication of issue 29. Понятно? То есть такая ссылочка, это очень удобно на самом деле, вы, я думаю, попользуйтесь этим обязательно. Ладно, еще раз, я должен успеть произнести хотя бы одну важную вещь по поводу того, как я вам предлагаю. Не настаиваю, вот это я объяснил как правильно, но я еще выскажу предложение, а как вам, собственно, трех человек сделать. Во-первых, я предлагаю вам сделать технического писателя вообще исключить. То есть считать, что у вас нет технического писателя, и каждый человек, он в свою степень отвечает за написание технической документации. Дело в том, что этот процесс относительно легко автоматизировать. Кроме того, ему надо условно дополнительно учить, мы вас не учим этому сильно, но для вас это что? Значит, во-первых, писать документ в строки, которые объясняют, что интерфейсы взаимодействия функций, классов и ответственность классов, за что он отвечает, за что он не отвечает. Но еще кое-что вам на самом деле надо научить, я в следующий раз тоже покажу одну штуку. Значит, дальше. Девелопер и менеджер несовместимы. Значит, по-любому нам нужен менеджер. Без менеджера проект загнется. Вот, мальчики, берем себе обязательно хорошую, умненькую, аккуратную девочку. Девочки, самоорганизовываемся, если мальчишки вас не берут. Самая лучшая обычно группа получаются из девочек, которых никуда не взяли. Серьезно. Вот я вот на БМе работаю, там много девочек, и там очень часто бывает, что вообще девчачья там команда, три девочки собрались. Вот, тем не менее. Короче, первый человек, это вот этот вот. Второй человек, да, он девелопер, да, второй человек, он девелопер. И третий человек, он тоже девелопер. Вот, то есть два девелопера, да. Один человек там, два человека тут. А техврайтеры все. Ну, я не буду даже рисовать это объединить. Техврайтеры все. Ну, естественно, что среди этих разработчиков один чуть-чуть лучше шарит, другой поменьше шарит. Если у вас два сеньора, могут быть конфликты. Лучше, чтобы был один сеньор. Ну, реально, ну, не надо концентрировать мозги слишком сильно. И еще один важный момент. У тимлидера, да, который будет, один будет тимлидер, да, то есть вот эти два товарища, да, это один будет первый, это будет тимлидер, да, а второй это будет просто девелопер, да. Так вот, тимлидер не должен брать на себя все. Он должен как можно больше стараться вот делегировать девелоперу каких-то частей с понятным интерфейсом. О чем должны разговаривать друг с другом вы, встречаясь и обсуждая проект? Я уже говорил это. О названиях классов, названиях функций, об их интерфейсах, об ответственности, о том, по каким модулям, ну, тупо по каким файлам вы будете раскладывать всю функциональность. Понимаете? Порисовать какие-то картинки с прямоугольничками, кто, с какой класс, с кем связан, какие у него методы. Это называется UML, в него можно погружаться сильно, можно просто им пользоваться в меру, вот что-то узнали из UML, взяли, порисовали на бумажке, еще раз тебе говорю, не обязательно это вносить на компьютер. Но я в следующий раз покажу, какой вот есть вариант, как удобно UML генерировать, но это дело сейчас неважно. Понятно? Давайте я чем пытаюсь что-то еще рассказать, вопросы. Чем занимается архитектор? Он UX-дизайнер, да? Вам придется это выполнить в каком-то смысле совместно, а если кто-то не шарит, то там хотя бы тем лидер должен взять на себе эту роль. Он прописывает диаграмму классов, он прописывает там последовательности действия, да, там кейс, собственно, юзер кейс, что, собственно, пользователь будет делать, да, типичный. Он по сути, по сути, он задает техврайтерам, да, он задает такой запал, ребята, да, более того, когда проект стартовал, это не значит, что техврайтерам делать нечего. Вот как раз техврайтеры впрягаются даже раньше программистов по-хорошему, хотя бы там один условно, да, или сам архитектор выступает как техврайтер. Он создает костяк, он говорит, эти будут вот эти модули, в этом модуле вот эти классы, в этом модуле вот эти классы, вот так, 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 так. Значит, самый дизайнер интерфейса, он, естественно, встречается вместе с архитектором, ну, менеджером, у них посиделочки такие, да, за чаечком рабочие, вот, и они разбираются, как это вообще должно выглядеть, какие должно решать задачи. То есть они должны обсудить, какая функциональность у нашей программы, какой юзер интерфейс у нашей программы, да, и какое у нее внутреннее устройство. Понятно? Можно даже так, вот три вот эти базовые вещи, запомните. Функциональность. Не функционирует программа, никому не нужна. Юзер интерфейс дурацкий. Функционирует, но пользоваться невозможно, да. И что еще третье? Внутреннее устройство. Устроено плохо, значит, она ничего не реализует просто. Невозможно будет ее написать. Понятно? Поэтому менеджер, он в каком-то смысле отвечает за все, но в частности он хочет некоторой функциональности. Этот товарищ расписывает, как внутри устроено, а эта женщина говорит, как это должно выглядеть органовично, удобно. Ясно? А они задают в итоге все дружно, говорят техврайтеры, ребята, опишем вот такое-то ТЗ. Ну, на самом деле, они сами, еще раз говорю, вполне могут его и написать, да, но если нужно его расписать поподробнее, уйти в детали, то техврайтеры это дело доделывают. Ясно? Вам придется отказаться от вот этого вот и разрабатывать самостоятельно. То есть все дружно, втроем собрались, тестировщик, менеджер-тестировщик будет сам в едином условно лице, как некий заказчик, да. Менеджер и UX, UI дизайнер, да. То есть и в этом смысле сюда же нужно дописать еще плюс UI дизайнер. Вот. И архитектором должен выступить, ну, вероятно, вот ТЛ, да. То есть он будет выступать в роли, по крайней мере, вот старшего архитектора, да. Понятно? Ну, вот так вот я предлагаю вам роли. Понятно? Два программиста, из которых старший, один человек имеет право не написать ни одной строчки кода, но зато он должен коммитить документацию. Документация лежит там же в гитхабе, в вашем же проекте, папочка doc, и там какое-то там описание, UML-схемки, юзкейсы какие-то. Ну, должны же вы что-то представить пользователям на защите проекта, правда? Ну, и, собственно, должна быть активность с багами, с issues. Так, на сегодня все. В следующий раз будем делать какой-нибудь мастер-класс. До свидания.